Это первый за год официальный визит зарубежного лидера в Беларусь, чтобы так красиво, со всеми атрибутами официальных церемоний, кортежем, ротой почетного караула, в кулуарах Дворца Независимости, то и дело сегодня звучало. Мы скучали. Пандемия и другие политические события поставили на паузу поездки лидеров, переведя их в онлайн. Тем любопытнее, ради личной встречи с кем из своих коллег главы государств теперь готовы снова сесть в самолет. В нынешнем году наш президент побывал в Африке, Китае и России. Теперь ответные шаги. Этот визит должен был состояться несколькими месяцами ранее, но вмешались обстоятельства, о которых Абянг Нгема, президент экваториальной Гвинеи, чуть позже расскажет Александр Лукашенко, да и яблоко должно быть спелым. Встреча состоялась как раз вовремя. Все внимание к деталям. Красноречивый жест. После прослушивания гимна Александр Лукашенко в прямом смысле слова поддерживает коллегу. Это наглядная демонстрация отношения Беларуси к африканским странам. Еще во время своего исторического визита в Африку в начале года Александр Лукашенко заявил, что мы намерены сотрудничать на равных и поддержим государства, которые многие годы нещадно эксплуатировались европейскими хозяевами. Мы очень хотим, чтобы вы были богатыми и чтобы недра ваши работали на вас. Вы должны знать, что там в центре Европы есть такая страна Беларусь, которая всегда готова подставить вам плечо в любой ситуации. Сегодня этот тезис президент повторил снова. И это не дань моде, а вполне себе давняя позиция страны и лично Александра Лукашенко. Когда у нас на севере говорят об Африке, это что-то романтичное, загадочное. Каждый воспринимает этот континент по-разному. Но все абсолютно схожи во мнении, что будущее нашей планеты во многом принадлежит Африке. Я также придерживаюсь такого мнения. Африка развивается, государства африканского континента приобретают свою независимость. Вы должны знать, что мы всячески привержены этому процессу и будем всячески поддерживать те государства, которые хотят обрести свою независимость. Мы технологичная страна и готовы эти технологии передать вашей стране и африканскому народу. Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас, для белорусов, россиян. Потому что у нас есть история сотрудничества, которая уходит в глубину развития и существования Советского Союза. Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца. И двери всех предприятий, продукция которых могла бы помочь экваториальной Гвинеи стать по-настоящему независимой. Перестав быть колонией Медеюрой, страны Африки таковыми фактически быть не перестали. И это при том, что обладают колоссальными природными богатствами. В экваториальной Гвинеи, например, бокситы, золото, алмазы, нефть. Чего только нет. Но, увы, на благосостояние жителей их стран это никак не сказывается. Спасибо за гостеприимство. Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения за то, что пришлось перенести визит. Это произошло из-за моего графика. Хотел бы отметить, что приезд – свидетельство того, что белорусский народ для нас братцы. Мы приближаемся к столетию празднования и обретения независимости. Но это номинально. Мы продолжаем себя ощущать жертвами неоколониализма. Если по сей день на африканском континенте продолжает существовать нищета, значит, неоколониалисты продолжают высасывать из нас ресурсы и соки. Об этом мы неоднократно заявляли с трибуны ООН. Но мы поняли, что бессильны что-то поменять. Около часа лидеры общались за закрытыми дверями каминного зала Дворца независимости. В ожидании заседания в расширенном составе министры делились видами на совместное сотрудничество, здравоохранение, образование, ПК, компетенции. Вот главный интерес. Наши коллеги просят нас об обучении персонала. Начинается студенческая с комиссии, заканчивая постдипломной подготовкой. Наши коллеги просят нашего взаимодействия между собой, между центрами медицинскими. Сегодня уже проходит презентация наших центров, в том числе клинического центра. Прежде всего, правдилами президента по самым высоким технологиям. Наши коллеги просят поставки лекарственных препаратов и изделий медназначения, медтехники. Мы сегодня будем показывать, в том числе, наши презентационные материалы. Материалы будем показывать наши возможности. Мы заинтересованы в полной мере по поставкам данного оборудования, кооперации в этом направлении, в том числе, в возможном производстве на африканском континенте. И также, конечно же, их интересует вопрос науки. В какой-то степени, я считаю, что это тоже важный момент, который мы можем с ними и должны с ними обсуждать. Сегодня мы видим очень большой запрос на подготовку специалистов инженерных кадров, кадров в области медицины, в области агропромышленного комплекса. И в этой связи, действительно, визит по туркостному главу государства Зимбабве был очень хорошим и мощным импульсом для того, чтобы придать новое звучание этому сотрудничеству. На сегодняшний день 7% иностранных студентов – это как раз-таки граждане с африканского континента. Мы видим то, что это для нас растущий, прирастающий континент, и перспективы очень серьезные. Сильная экономика – основа суверенитета любого государства. Поэтому Беларусь готова оказать посильную помощь в индустриализации экваториальной Гвинеи. У нас есть опыт работы и жизни под давлением. Беларусь, в отличие от западных демократизаторов, готова помочь вам быть хозяинами на своей земле, на благо собственного народа, создать национальную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, развивать науку и технологии. Работая в рамках Евразийского экономического союза, совместно с Россией и другими республиками бывшего Советского Союза, предлагаем вашей стране доступ к уникальным технологиям, товарам и услугам. Мы три десятилетия живем под давлением Запада и категорически не приемлем любые попытки давления. При этом беларусы не только не страдают колониальными привычками, но и не пытаются никому ничего навязывать. Минск выступает за справедливый многополярный мир, и мы идем в Африку как друзья. Наши технику, технологии хорошо знают на вашем континенте, а многие ваши врачи и инженеры учились в белорусских вузах. Поэтому у нас не должно быть особой сложности в налаживании диалога. Убежден не будет. История учит, что независимость и суверенитет страны – это прежде всего сильная экономика. У нас есть опыт наработки, чтобы стать активным участником социально-экономического расцвета Африки и окончательного ее освобождения от гнета бывших метрополий. Беларусь готова помочь в индустриализации вашей страны, модернизации сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности, поставках широкого спектра техники, другой промышленной и продовольственной продукции. Впрочем, и на внешнеполитическом поприще наши взгляды схожи. Визит президента нашей страны в Минск является безошибочным показателем того, что наши страны готовы развивать и дальше дружественные отношения в различных секторах экономики, таких как промышленность, культура, медицина, услуги. Беларусь является дружественной страной, братской. И мы ценим стремление Беларуси разрешить все конфликты мирным путем. К прессе лидеры вышли явно удовлетворенные результатом переговоров. Договоренности предстояло скрепить подписями министров на бумаге, но Александр Лукашенко поспешил ими поделиться. Уважаемые члены делегаций, представители средств массовой информации. Сегодня мы принимаем на белорусской земле с официальным визитом нашего друга, президента экваториальной Гвинеи. Первый визит на высшем уровне демонстрирует совместную заинтересованность в активизации, углублении и сотрудничества между двумя странами. Открытый, дружественный, конструктивный разговор показал, что наши оценки ситуации в регионе и мире полностью совпадают. Вы хотите сказать, что надо было подписывать, о том говорить? Ничего страшного. Для Беларуси и экваториальной Гвинеи многополярный, справедливый мир, где любые вопросы будут решаться за столом честных переговоров, честным, уважительным, равноправным диалоги, не имеет альтернатив. Несмотря на давление и сопротивление ряда крупных мировых игроков, голос Африки в пользу неизбежности такого мироустройства слышен все громче и отчетливее. Мы видим, что государство африканского континента все решительней проводит самостоятельную, суверенную, миролюбивую политику, не оглядываясь на страны так называемого «золотого миллиарда». Минск последовательно, на протяжении многих лет, всемирно поддерживает это стремление. Визиты в Зимбабве, контакты на высшем уровне с Египтом, планы по работе с Кенией, Мозамбиком, Нигерией, Угандой, ЮАР и рядом других государств – тому подтверждение. Мы намерены и дальше развивать связи со странами африканского континента. Приветствуем мирные инициативы глав африканских государств по урегулированию украинского кризиса. Солидарность с тем, что необходимо как можно скорее прекратить гибели и страдания людей. Ситуация в мире подталкивает активнее сотрудничать, объединяться, если, конечно, конечная цель – сохранить свое государство и его суверенность. У нас именно такая. Я уже сказал своему коллеге и другу о том, что экваториальную Гвинею – небольшое сравнительное государство, но очень богатое ресурсами – никто покоя не оставит. Президент со мной согласился. К сожалению, современный мир держится на силе. И тот останется существовать в этом мире, кто будет иметь силу себя защитить. Это ВПК, это оборона государства. В этом плане мы будем вместе работать, чтобы помочь вашему государству. Я убежден, что через короткое время мы заключим новые контракты и положим копилку наших отношений в миллионы долларов. Уверен, что при вашей личной поддержке Беларусь и экваториальная Гвинея уже в ближайшее время продвинутся в вопросах поставок техники, модернизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности. Мы готовы в этом плане работать вместе с вами в экваториальной Гвинеи. Более того, мы не только предлагаем вам свои товары и готовы покупать у вас ваши товары. Нам надо кооперироваться. Нам надо в вашей стране и в нашей стране создавать совместные предприятия, которые будут производить эти товары. Надо идти глубже. Мы готовы к этому. Мы готовы подготовить ваших специалистов, которые будут работать на предприятиях с передовыми технологиями в экваториальной Гвинеи. Подтверждение этому президент экваториальной Гвинеи привел пример соседнего государства, которое было есть под французской экспансией. Государства, которые когда-то колонизировали страны Африки, считают, что у них есть право эксплуатировать природные ресурсы этого региона в обмен на ничто. Франция считает, что она имеет право эксплуатировать продукцию Нигера, поэтому сейчас там люди продвигают революцию и выражают свое несогласие. Таким образом, Африка потихоньку начинает просыпаться. Я уверен, что в течение ближайших двух десятилетий, даже раньше, будут большие изменения. Нам необходим новый мировой порядок. Если страны глобального юга объединятся, мы сможем навязать новый мировой порядок. Благодаря этой консолидации сил мы можем противостоять давлению, которое на нас оказывают. Таким образом, сотрудничество наших стран может стать шансом на новую жизнь для других африканских государств, страдающих от нищеты. Мы ориентированы, чтобы наше сотрудничество с Беларусью стало прагматичным и примерным, чтобы показать, что Африка может подняться с колен. Беларусь индустриально развита. Она самодостаточна и помогает другим странам. Я хотел бы моему другу и брату, президенту Александру Лукашенко, вырасти признательность за проявление братства и солидарности с экваториальной Гвинеей и африканским континентом. Мы сможем вдвоем работать для достижения новых целей и результатов. Нынешний визит – это только начало сотрудничества. Свидетельством тому документы, которые сегодня стороны подписали. И, к слову, принято решение обменяться послами, чтобы проще было реализовать договоренности. Закреплено желание сотрудничать и в сфере экономики, здравоохранения и образования. Спасибо, уважаемые друзья. Я думаю, выражу общее мнение с моим коллегой и другом, если посоветую министрам не затягивать с реализацией только что подписанных документов. Настоятельной просьбе Александра Лукашенко присутствующие поспешили последовать. За трехдневный визит делегации из экваториальной Гвинеи предстоит посетить ряд крупных предприятий нашей страны и на месте заложить основу суверенному сотрудничеству двух континентов. Алена Сырова, Ольга Бабарека, телекомпания СТВ.